Елена Мельниченко. Кофе для стажера. 100 дней одного агента. Об авторе. Меня зовут Елена Мельниченко. Я бизнес-тренер и практик с 20-летним опытом в области продаж. Я называю себя полевым наставником, потому что все, что я вам даю в этой книге, все, чем делюсь, это то, что я прошла, прохожу и продолжаю проходить сама в своей ежедневной экспертной практике. В общем-то, я тот человек, который прошел с нуля всю школу продаж и достаточно долго был, что называется, в полях. И теперь я могу поделиться этим опытом с вами в своей книге. На сегодняшний день насчитывается 530 агентств недвижимости, с которыми у нас состоялось плодотворное сотрудничество в различных форматах. Тренинги онлайн, офлайн, стратегические сессии и обучение специалистов. К моменту написания этой книги я сумела обучить уже более 7500 специалистов-агентов, экспертов и брокеров из 57 городов России и стран СНГ. Являюсь лауреатом национальной премии «Эксперт рынка недвижимости» в номинации «Лучший бизнес-тренер на рынке недвижимости России» минус 2022. Автором 6 онлайн-курсов для агентов и руководителей. Преподаю продажи и маркетинг в Фонде развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Курсы повышения квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по операциям с недвижимостью». Веду свой телеграм-канал «Блог продажи» с Еленой Мельниченко. И сообщество ВКонтакте «Прибыльные технологии в недвижимости». От автора. Приветствую, дорогие читатели. Прямо сейчас вы держите в руках книгу, которая откроет для вас двери в мир недвижимости. Может быть, вы только хотите устроиться стажером в какую-нибудь риэлтерскую фирму. Тогда эта книга поможет вам не утонуть в бурлящем океане продаж, новостроек и вторичной недвижимости. А может, вы уже опытный агент, который ищет хороший источник знаний, потому что его более успешные коллеги не хотят делиться своим опытом. Тогда эта книга поможет вам прощупать тонкости сферы продаж жилья, улучшить свои навыки и приблизиться к вершине успеха. Вполне вероятно также, что вы наставник группы или руководитель отдела стажеров, и именно вам выпала честь ставить навыки желторотым юнцам, медленно и верно постигающим сложный и быстро меняющийся мир продаж недвижимости. Но сразу должна вам сказать, это не университетский справочник и не учебное пособие, а также не нудный тренинг, который будет докучать вам своими сухими статьями и устаревшей информацией. Это многолетний опыт продавца ценностей, практичная мудрость, завернутая в приятную историю о том, как молодой стажер Марк стал уважаемым специалистом Марком Александровичем Запольским. Вместе с ним шаг за шагом мы будем продвигаться все дальше по этому непростому миру рынка недвижимости, выполнять задачи, решать проблемы, преодолевать трудности и самих себя. И кто знает, как мы изменимся, какими знаниями мы будем обладать и как мы будем мыслить к концу этого удивительного путешествия. ПРОЛОГ Ни одна долгая дорога и ни один успешный путь не обходятся без препятствий. Они могут подстерегать нас в самых неожиданных местах, будь то начальник, что сегодня не в духе, не сносный дождь, что промочил деловой костюм, или сломавшаяся кофемашина, из-за которой теперь весь день придется ходить сонным. Но есть одно препятствие, которое намного коварнее остальных. Вечный скрытый враг, часто наносящий удар тогда, когда мы этого не ждем. И это не какой-то надзорный орган, конкурент из большой фирмы, нет. Это неопытность и, прежде всего, страх познавать новое. Человек на протяжении всей своей жизни сталкивается с этим врагом, и лишь от его упорства и целеустремленности зависит, одержит ли он над ним победу. И только овладев нужными знаниями и навыками, он сможет помочь не только себе, но и другим. Осветить до недавнего времени темную и непроторенную дорожку, на которой незнающего обывателя может подстерегать множество опасностей. Поэтому, если волею судьбы выпадает возможность стать неким проводником, помогать людям, то лишь смелый волевой энтузиаст сможет взять на себя эту ответственность. Глава 1. Стажер. Самый важный день. День 1. Однако мысли Марка этим прохладным июньским утром были заняты совершенно другим. На прошлой неделе он прошел собеседование в крупное агентство недвижимости, и сегодня был его первый рабочий день. Субтитры создавал DimaTorzok